Ульяновский автозавод прекратил приём заказов на внедорожники «Патриот» с автоматической коробкой. Очевидно, в Ульяновске иссякли запасы агрегатов фирмы «Панч», которые приходили непосредственно из Франции. Напомним, что шестидиапазонную гидромеханическую трансмиссию серии Power Glide 6L50 российскому автопроизводителю поставляло бывшее французское подразделение концерна General Motors, ставшее независимым. Впрочем, у дилеров есть некоторое количество двухпедальных машин. Однако стоят такие УАЗики около трёх миллионов рублей, на миллион дороже, чем рекомендует производитель. А потому расходятся вяло. Для справки, в августе 2019 года, когда только стартовали продажи автоматической модификации, её было вполне реально купить примерно за миллион рублей. То есть доплата составляла 100 тысяч. Что касается нынешней ситуации, то охотнее всего россияне приобретают простые комплектации «Патриотов». Разумеется, с механической коробкой. Так, в сентябре наши соотечественники купили чуть больше 600, а в ноябре уже тысячу внедорожников. В теории, дилеры должны продавать базовые версии Base и Classic примерно за полтора миллиона рублей. Но по факту они сейчас уходят клиентам на 200-300 тысяч дороже рекомендованной розничной цены. Вместо двигателей эко-стандарта Евро-5 на патриоты и пикапы сейчас ставятся моторы класса Евро-2, а корейская коробка передач заменена изделием китайской фирмы BAIC. При этом УАЗы рекордно для отечественных машин подорожали на вторичном рынке. По выкладкам Авито трёхлетний патриот ещё в апреле взлетел к полутора миллионам рублей, а за Хантеры просят в среднем миллион с четвертью. В полтора раза больше, чем в январе. А вот продажи бескапотных грузовиков, то есть буханок и головастиков, подскочили до рекордных значений. По итогам ноября из автосалонов забрали больше полутора тысяч представителей старого грузового ряда. Притом ульяновских старичков трудно назвать доступным вариантом. Дилеры должны продавать бескапотники за 1 миллион 300 тысяч рублей, но на местах уверенно накручивают от 150 до 200 тысяч сверху. Так что итоговая цена составляет около полутора миллионов. В дилерских центрах УАЗ начались продажи упрощённой модификации развозного грузовичка Профи. В целях экономии ульяновский автозавод лишил машины подушек безопасности, а также внедрил сидения без регулировки поясничного подпора. Помимо этого, коммерческий автомобиль отныне оснащается китайской механической коробкой передач. Все эти упрощения никоим образом не повлияли на ценники. Стоимость модели, на удивление, осталась прежней.